Рождение кастрюльки. Мы были в питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке. Эти олени так красивы, что по-китайски называются «олень-цветок». Каждый олень имеет свою кличку. Пескунья и Манька со своими оленятами – совершенно ручные оленухи, но, конечно, из оленух всех добрее кастрюлька. С этой кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко, и, если вы не обращаете на нее внимания, положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, если ее почешут между ушами. А между тем она вышла не от домашних, а от диких оленей. Кастрюлька оттого оказывается особенно ласковая, что взята от своей дикой матери в тайге в первый же день своего рождения. Если бы удалось поймать ее только на второй день, то она далеко не была бы такая добрая или, как говорят, легкобычная, а взятый на третий день олененок и дальше навсегда останется буковатым. Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою тайгу, немецкую овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, долины, ручьи, он нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним, и они не чуяли, не слышали его приближения. Подкрался он к ним из-под горы, совсем близко, и, наблюдая в бинокль одну оленуху, заметил, что она отбилась от стада и скрылась в кустах, где бежит горный ручей. Сергей Федорович сделал предположение, что оленуха скоро в кустах должна расстелиться. Так оно и было. Оленуха вошла в густые дубровые заросли и родила желтого теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем пятнами, совершенно похожими на пятна солнечных лучей, зайчики. Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Тронул теленок вымя губами, попробовал сосать. Она встала, и он, стоя, начал сосать, но был еще очень слаб и опять лег. Она опять легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся, стал твердо, но тут послышался шум в кустах, и ветер донес запах собаки. Тайга приближалась. Мать поняла, что надо бежать, и свистнула. Но он еще не понимал или был слаб. Она попробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачнулся. Она решила обмануть собаку, чтобы та за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. Так он и замер в траве, весь осыпанный и солнечными, и своими зайчиками. Мать отбежала в сторону, встала на камень, увидела тайгу. Чтобы обратить на себя внимание, она громко свистнула, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя, однако, за собой погони, она опять остановилась на высоком месте и разглядела, что тайга и не думает за ней бежать. А все ближе и ближе подбирается к корню дерева, возле которого свернулся ее олененок. Не помогли ни свист, ни топанье. Тайга все ближе и ближе подходила к кусту. Быть может, оленуха-мать пошла бы выручать свое дитя, но тут рядом с тайгой показался Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы. За тайгой пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят, и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое, до того притворяются каменными. Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить молоко коровье из бутылки. Сунут в рот горлышко и булькают. А там хочешь глотай, хочешь нет, все равно есть захочется, рано или поздно глотнешь. Но эта оленушка, к удивлению всех, начала пить прямо из кастрюльки. Вот за это сама была названа кастрюлькой. Ухаживать за этим теленком Сергей Федорович назначил свою дочку Люсю. И она ее все поила, поила из той самой кастрюльки, а потом стала давать веники из прутьев молодого кустарника. И так ее выходило.